Приветствую вас, и поскольку рекомендации по поводу ребенка вы вам уже дали, здесь, наверное, нельзя что-то добавить еще, вот, я хотел бы обратить внимание на другой вопрос. Вот, вы пишите, что, как найти подход к ребенку, да, как, ну, приступить с ней в контакт и так далее, смотрите, что вы можете, что вы можете сделать реально, подумайте. В некотором смысле, мой ответ будет пересекаться с ответом другого эксперта, других экспертов, но только, наверное, немного в общем виде, без привязки к чему-то конкретному. Подумайте, что вы можете сделать реально, чтобы найти подход к ребенку, это первое. Далее, подумайте о том, а еще лучше, если вы не только подумаете, но и четко для себя оформите грани и сферу того, на что вы можете повлиять реально, и сферу того, на что вы не можете повлиять, как бы сильно не хотелось. Например, вы можете, то, что вы можете сделать, это в рамках учебной программы, как-то ребенку уделять чуть больше внимания, чтобы девочка, ну, хотя бы, вот, какой-то минимум делал, да. Вот это вы можете делать реально. То есть не нужно бросать фронтальную работу детьми. Я не думаю, что это здорово, я не думаю, что это профессионально, да и девочке это не очень помогает, наверное, в плане социальной жизни в школе, когда другие ученики видят, что ей дается больше внимания, чем им. Это не здорово. Вот. Здесь, я думаю, очень хорошая рекомендация вам, это посадить ребенка на первую карту, так вот сможете, в принципе, добиться этой цели без вреда основной работе. Подумайте о том, чтобы с девочкой, вот, не знаю, может, предлагал вам, кто-то не предлагал, не все ответы я прочитал, подумайте о том, чтобы с девочкой просто провести время. То есть возле школы пригласите ее куда-нибудь, позорите ее, там, угостите ее чем-нибудь и, собственно, просто с ней проведите время, чтобы девочка начала вам доверять. Чтобы девочка расположилась к вам, чтобы девочка, скажем, как-то начала испытывать снижение своей вот этой вот зажатости, которая у нее сейчас есть. То есть этот момент тоже вы можете сделать. Вы не можете реально, ну, повлиять на коллекцию поведения ребенка от этой задачи родителей. Вы не можете бросать всю работу ради нее. Вы можете попросить или предложить родителям работать с ребенком на дому, то есть чтобы они перевели девочку на надобное обучение. Хороший вариант для тех, кто, вот, как она не может учиться в общем классе. Такое бывает. Но если родители не захотят, то, опять же, вы бессильны. Здесь, по-моему, школа, не каждая школа надобное обучение предлагает, понимаете? То есть нужно четко понимать, что вы реально можете сделать. Выпишите в себе, что вы реально можете и что вы не можете сделать. И вот то, что можете, берите и делайте. Все, что от вас разрешено, сделайте. И не важно, кто вам какие претензии предъявляют родители. Всегда предъявляют претензии и школе, и учителям, и так далее. Это нормальное явление. Не стоит этому придавать значение. А если вы придаёте этому значение, то тогда, соответственно, уже может идти речь о вашей неуверенности в себе, как профессионал. Вот. Я думаю, что такой вот ответ вам можно дать. То есть, ещё раз. Вы просто-напросто смотрите, что вы можете сделать. Вы хотите ребёнку помочь? Вы молодец. Он задает сразу вопрос, как помочь ребёнку? Что вы можете сделать? При этом, чтобы не навредить себе, не навредить ей, не навредить другим ученикам и так далее. Чтобы, не дай бог, вас не обвинили профессионализме, например. Если успеваемость у класса снизится. Знаете, о чём я говорю? То есть, вот это нужно тоже понимать. И между этими полюсами, тем, что вы можете сделать, и тем, что вы как бы не можете, и тем, что вы должны как педагог делать, да? Вот между этими полюсами необходимо найти равновесие. И я думаю, что в силу ограничений, в силу ряда ограничений, самый лучший для вас вариант будет, если вы будете проводить девочки какое-то время. То есть, если вы, например, скажете родителям, что допустим, после уроков, то есть на уроке девочку вообще вы не трогаете. То есть, пусть она делает, что хочет, да, на уроке. Это вот самый такой край-крайний вариант. А потом вы после уроков говорите родителям, что вы хотите позаниматься с ней хотя бы час, если у вас есть свободное время. Сейчас вы будете позаниматься с ней и с ней, и просто проводите с ней время, то есть с ней занимайтесь. Просто налаживайте доверие между другом к вам. Чтобы она слышала ваш голос, чтобы она воспринимала вас лучше, да? Чтобы она как-то выделяла, прислушивалась к вам. И, возможно, это поможет вам найти к ней подход. Я думаю, что вы еще проанализируете, подкорректируете то, что вы реально можете и нет, без ущерба себе, конечно, и так далее. Но мне кажется, что самый лучший вариант – это надобное обучение для этой девочки. То есть надобное обучение, оно поможет хотя бы, знаете как, ребенку, ну, хотя бы максимально раскрыть свои, вот, например, навыки в плане того же русского или той же математики, или того же чтения. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!